Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня с вами мы разберем один единственный стих, который поможет нам осознать, что порой некоторая ущербность нашего тела, какие-то слабости телесные, врожденные недостатки, какая-то немощь нашего тела, причем даже неприобретенная, не то, что болезнь пришла и ушла, а которая всегда с нами, от которой нам даже не избавиться, что эта вещь далеко неоднозначная. И хотелось бы сказать, что, как обычно, утешают людей с инвалидностью, что это только как-то может помочь, у тебя такое тело слабое, душа у тебя такая сильная. Это, увы, тоже может быть помехой. Поэтому вот нам надо разобраться, где вот этот физический недостаток, он нам может пригодиться, и мы с его помощью можем к Христу прийти, а где, наоборот, он может нам воспрепятствовать и, правда, послужить препятствием, быть и в Царстве Небесном. Один и тот же физический недостаток. Для этого нам будет очень полезно открыть Евангелие от Луки, самое подробное Евангелие, открыть 19 главу и прочесть 3 стих. Читаем. «Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был родственным». Контекст, который, конечно, нужно вспомнить, Господь приходит в Иерихон, и речь идет о мытаре, закхии, богатом человеке, начальнике мытареи. Человек собирает налоги, наживается на об этом, сотрудничает с Римской оккупационной администрацией. Господь, вот тоже, если дальше забегая, он идет, приходит к нему в дом, ждет от него некоторых перемен в душе, закхии берет сам, меняется, готов, говорит, Господи, вот все там, кого обидел, всем помочь. Ну, такая перемена с человеком происходит на фоне соприкосновения со Христом. Однако нам следует остановиться на этом конкретном стихе. Здесь подчеркивается, и это не просто вот, ну, некоторое описание, но чтобы лучше образ человека нам показать, конкретно, закхии. Все-таки Евангелие — это не про такую лирику, это не про те нюансы, которые нам для разнообразия даны, для интереса, это все концентрированная польза, польза, которую Господь считает необходимой для нашего восприятия, если мы хотим наследовать Царство Небесное. То, что указывается, что закхий был маленького роста, это не случайно. Перед этим нам говорится, что закхий достиг карьерных высот, и достиг и конвергерных высот и в плане власти, и достиг богатства. Прямо говорит, человек был богатый. Потом мы узнаем, что он, в принципе, и народ-то его не очень любил. Ну, что мы видим? Человека не сломало его, ну, врожденный физический недостаток. То есть тут речь не о том, что он был ниже среднего, а правда, раз это подчеркивается, ну, вот, может, там, карлик был, ну, или просто компликасовал из-за своего роста. И человек, вот как, ну, все-таки все мотивационные ораторы, почему очень опасна вот такая внехристианская духовность, когда ты сможешь, психологические настрои, тренинги, коучи, вот это все действительно дает важный земной эффект, но может воспрепятствовать в эффекте духовном. Понятное дело, когда ты встречаешь человека, вот, там, у которого карликовый рост, и ему сложно в жизни, или человек с какой-то инвалидностью, прикованным к инвалидному креслу, ну, или иные другие, врожденные какие-то, или, увы, приобретенные в результате несчастного случая, проблемы телесные, которые вот, ну, не скрыть, их видно, они не то, что внутри, о них никто не может не подозревать, это отдельная проблема. То, конечно, человека надо подбадривать, поддерживать. Конечно, ему надо говорить, Господь, раз, ну, дал такой крест, испытание, он, конечно, что-то и простит больше. Конечно, такие люди, их надо говорить, нет, в тебе есть разум, в тебе есть духовная сила, сила воли, ты можешь больше добиться. Это будет тебе как раз очень ловко, можно обойтись тут и без Христа. В принципе, да не, мы тебя любим, это толерантность, вот у нас там открыто общество, общество взаимоподдержки. Это действительно дает силы таким людям. Но что мы видим? Что мы видим, что Закей, несмотря на свой маленький рост, сделал потрясающую карьеру. Второе там по значению, по экономике, город Святой Земли, Святая Земля, само по себе совсем не бедный регион на пересечении торговых путей из Африки в Азию. Тут уже, ну, не шутки, что этот город, его богатство, его власть, на фоне римской оккупационной администрации, возглавляет человек карликовый рост. То есть, его карликовость, она была для него вдохновением. Над ним, наверняка, издевались мальчишки, ровесники, над ним потешались, его, наоборот, родители, может, как-то там стеснялись, ну, или там даже, может, там подбадривали, но все равно какой-нибудь брат старший, или даже младший брат, вот был младший брат малыша, о, как вымахал, обогнал. Тоже, конечно, они всячески Закхии, наверняка, этого мытаря поддерживали, но было видно. И ему, конечно, это было тяжело, и вот он может, через «не могу», через эти все препятствия, он добился. И вот он во главе, вот он через тех переступил, вот он начальник, вот перед ним приходят здоровые, там, богатые купцы, они тряпищут, потому что сейчас он из них деньги все вытрясет. Вот к нему приходят крепкие, там, спортивного вида, ремесленники, кузнецы с великолепной, там, мускулатурой, которые выше его в три раза, которые могут его пальцами двоеваями переломить, и они тоже его боятся, и он упивается, как он может у них, там, деньги взять, так, как он может нажиться, какой он, вот, весь из себя значимый, мощный. И мы видим, что вот это, то состояние, в котором его встретил Господь, оно, несмотря на то, что, да, он многого добился, счастья ему не приносит. Он, правда, ищет видеть, кто же этот вот Иисус, кто он пришел. Да, это не потому, что он думает, ну, ой, налоги еще собрать, да, потому что его это уже не утешает. Деньги есть, страх окружающих людей есть, люди высокого роста, сильные, здоровые, перед тобой преклоняются тебя бояться, если даже и что-то дурное говорят, то только за спиной шепчутся, боятся тебе высказать, а радости никакой нету. Это тот тупик, который может вывести вот как раз и современная некоторая тренинговая работа, которая показывает, да, ты можешь, да, ты не неудачник, да, ты добьешься, да, ты переступишь, да, ты пройдешь все. Но это не принесет радости здесь. Деньги принесет, власть принесет, а радости нет. Радость может принести Господь. Радость может принести Господь, когда человек уже вот это все отпускает. Когда он говорит, да нет, я наоборот, я нищим буду свое имение раздавать. Причем, что Закхи потом говорит? Закхи не говорит то, что только вот он кого обидел, четверицы воздаст. Нет, даже честно, у него очень высокая должность и законный процент, который он может брать без всякой вот дополнительной коррупционной прибыли со всяких купцов, он человек богатый даже на законных основаниях. Он говорит, я половину нищим раздать. Очень часто люди говорят, да, зачем им помогать? Я всего сам добился. Я там рос без репетиторов, в школе мне не помогали, я прошел там через девяностые годы, вот я, я все, вот я такой молодец. Наоборот, у меня был плохой старт. Да, как-то мне было тяжело просто вот у других моих ровесников, там у них такие-то школы, у них кто-то, а я вот сам себя все сделал. И человеку кажется, что это как-то его делают лучше окружающих людей. Так нет, это наоборот тебя только дружище ожесточило. Это не дает тебе полностью радости жизни насытиться, и наоборот, ты какую-то радость можешь найти только, когда начинаешь Господа искать. Потому что сам по себе вот этот недостаток, недостаток и физический, недостаток какой-то, вот можете там, социальный, который тебе кажется, что какой-то одели молодец, что ты это преодолел, из этого выбрался, он не значит, что он тебя сделает лучше в глазах Господа. Потому что вот мы все любим притчу о талантах, это моя в принципе любимая притча, ну помните, да, Господь дает одному пять, другому два, третьему один талант, возвращается и спрашивает, и тот, кто пять дал, десять, кто-то два, четыре, кто один, один, и, конечно, нам вот кажется, да не, мы в принципе такие молодцы, вот я достиг всего пять талантов, да я Господу десять принесу, что еще я там могу сделать, вот, все мне под контролем. Или наоборот, в другую сторону, человек там может ошибиться и начать вот тоже апеллировать притчу о талантах, ну я же там маленького роста, да я же вот у меня там инвалидность какая-то, или у меня прикус неправильный, я сижу там в камеру говорю, что ты шепелявлю, и никакие там занятия с логопедом многолетние тоже не помогли, что там родители в девяностые годы деньги тратили, да, последние на что, да, и тоже вроде сидишь, отдыхаешь, а спина сколиоза там затекает, все могут быть вот эти проблемы, и кажется после этого, но Господь-то должен, раз меньше стану, меньше спросится, значит я смогу легче спастись, значит я могу наоборот как-то свысока и перешагивать тех людей, у которых там что-то наоборот, хорошо там, идеально со здоровьем, ни в коем случае, ни в коем случае, потому что лукавый, он нашу физическую слабость может использовать не только для того, чтобы загнать нас в уныние, но и для того, чтобы наоборот нас загнать в гордость, он двояк, какая разница, куда столкнуть человека с пути спасения, с этой извилистой дорожки среди вот этих гор духовных, что ты летишь в одну пропасть, что в другую, что ты в уныние упал, что ты в гордость улетел, все равно ты разбился, поэтому вот этот физический недостаток, он не должен быть поводом для уныния, нет, Господь тебя любит, Господь тебя ждет, как он ждал Заке, он его выбрал из всех, не то, что он думает, ой, какой-то там карлик на куст залился, я к нему не пойду, он, нет, у тебя пойду, любит Господь, любит, да, Он тебе дал какие-то меньше здоровья, меньше какое-то вот телесное преимущество, там, меньше какой-то красоты, или там дал, а потом, ну, забрал в результате какого-то происшествия, но все равно Господь тебя любит, ждет, Господь хочет быть с тобой, поэтому ты не унывай, но ты и не гордись, и не гордись, не важно, что Господь тебя там посетил, и Господь как-то тебя любит, или что ты, несмотря на все свои недостатки, сам чего-то там добился, потому что тоже это точно так же тебя от Бога уводит, физический недостаток, это не препятствие и не преимущество, это лишь рабочий материал, у каждого человека, который идет к пути спасения, Господь дает все необходимое для пути спасения, какие-то параметры, какие-то сильные, какие-то слабые стороны, слабые стороны души, сильные стороны души, слабые стороны тела, сильные стороны тела, и это лишь некоторые, можно сказать, конструкторы, из которых ты конструируешь что-то такое, Куда уже Господь приходит, вот эта горчичная семечка благовестия опускает и произрастает. Но ты не должен думать, что раз у тебя какие-то особые стартовые условия, что у тебя и особый путь спасения. Иначе мимо спасения просто пролетишь. Иначе Господь тебя не заметит. И самое главное, что несмотря какие бы у тебя ни были тяжелые жизненные обстоятельства, проблемы со здоровьем, очень важно искать Христа. Потому что этот стих, он не только про маленький рост, хотя мы на это обратили внимание. В этом стихе, что он искал видеть Иисуса, причем видеть не просто увидеть, что вот посмотреть на эту фигуру человеческую, а искал видеть, кто он. Кто же он такой? Он хотел в этом разобраться, хотел понять. Поэтому и здесь, несмотря на все наши проблемы, не то, что, а, это, ну вот, Господь, это Иисус, ну да, Иисус меня любит, ну да, Господь мне дал силы, ну да, слава тебе, Господи, я, несмотря на свои физические недостатки, там, наоборот, на маленький рост, там, маленький вес, или наоборот, большой рост, там, лишний вес, неважно, неважно, что я вот, ну, Господа узнал, увидел, ну, на иконе посмотрел, ну, в храм сходил, да, и все понятно, там, прочитал какую-то книжку. Нет, искал, кто он, увидеть, это должен каждый человек, независимо от своего физического тела, увидеть, потому что, если ты смотришь только на Господа телесно, пусть и через икону, пусть и через церковное искусство, пусть через традицию, пусть через историю, пусть даже там через какое-то отвлеченное богословие, но ты не старайся узнать по-настоящему, кто он через Евангелие, не старайся подражать ему в своей жизни, потому что мы Христа узнаем, кто он для того, чтобы подражать ему. И уже понимаешь, что мне недостаточно, чтобы подражать Христу. Да, вот есть у меня такая слабость. Христос мог взять и сорок дней без пищи, без воды, а я не могу. Христос мог проповедовать, стоя на лодке, а я не могу. Меня там сразу укачают. И так далее. Все это действительно нам очень важно, сопоставить Христа и его земную фигуру. А главное, кто он, кто он, что он Бог. Что он Бог, который ждет нас. И от нас он ждет не только земного. Если мы будем оглядываться только на наши земные какие-то параметры, и от них выстраивать Царствие Небесное, мы никогда не придем, не оторвемся от земли. Если же мы все-таки будем прежде всего с этого начинать, как и начинается этот стих не с маленького роста, а начинается этот стих с поиска Христа, то мы сначала себе ставим задачу. Я хочу быть с Богом. Я хочу к Нему прийти. Я хочу с помощью исповеди убрать все, что на моей душе препятствует. Хочу стоимостью причастия взять и соединиться с Ним. Я хочу с помощью Евангелия узнать, как быть с Ним всегда в жизни вечной. Вот это самое первое, с чего начинается, а дальше уже можно повторить. Да, Господи, я маленького роста. Помоги мне с этим. Я тебя все равно ищу. Да, Господи, у меня там лишний вес. Да, Господи, у меня неправильный прикус. Да, Господи, у меня сколиоз. Да, Господи, у меня высокое там давление. Неважно, что бы у меня ни было, там тяжелое детство или счастливое детство, все остальное лишь условие. Говорим, Господи, а вот все остальное детали. Я уж дальше начинаю разбираться. Но я хочу быть с тобой, и я буду с тобой, потому что ты меня ждешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!